Всем привет! В этом видео я покажу обзор на новую клетку для бульки. Я это обещала еще давно. Получается, я вам рассказывала, что кирпич жил в этой клетке, в желтенькой, а карамелька жила в такой маленьком боксе. И я карамельку пересадила в эту клетку, потому что там все-таки уже мало места, и малыши уже могут бегать. Вот так вот, и я купила новую клетку для бульки. Это малышка в Америке, которого я оставлю себе. Увидели его в одном из прошлых видео. Он серенький и очень красивенький. И вот для него клетка. Пока здесь живет кирпичик. Но эта клетка ему не подходит, так как он очень ленивый, он весь день спит. Ну или крутит колесо, он вообще на эти этажи практически не ходит. Ему будет достаточно этой клетки, потому что, ну это нужно для более как молодого хомяка, который будет по всему этому бегать. Кирпичу нужно только колесо. И все. Он спит там, без домика, он в этом домике не хочет спать. Спит там. Вот. Я планировала туда какой-то домик поставить, но пока там еще не помещается. Я потом сюда что-то поставлю, вот сюда вот. Ну, и если тут будет булька, то я думаю, что она будет в этом домике спать. Сверху домик, я туда салфетку положила. Но там даже и не был в этом домике. Есть вот такие, как туннельчики. Это современные лесенки, туннельчики. Вот так вот. О, что-то там пищит. Кто там пищил? Шумолчак с этим уже на руки брать. Вот. Предложим. Это колесико. Сейчас я вам его покажу. Так, сейчас. Колесико. Оно профессиональное для жунгариков. И оно подходит для кирпича. Оно не маленькое, да. У него спинка не выгибается, поэтому оно подходит для него. И сразу скажу, что все, что тут было, сразу было с клеткой. Поилочка такая. Профессиональная тоже. Там есть кормушечка. Песочница. А там кирпич спит. Очень оригинально придумана клетка. Вот. Очень классная клетка. Ее поддон 41 на 20 см. Высота 40 см. Мне многие, кстати, писали в группе, что это ужасная клетка. Что у меня ужасные условия. И что я мучаю хомяка. Но эта клетка довольно-таки большая. Я считаю, что она даже сильно большая для жунгарского хомячка. Здесь он может лазить и вот так, и вот так. Я не знаю, почему все говорят, что эта клетка ужасная. Крепкая, великолепная. Она суперская. И она очень удобная. Тут прутья не широкие. Хомяк не вылезет. Хорошая ручка. Это новая клетка. В золкомагазине купила. Это очень классная клетка для бульки. Я ее расскажу в этом следующем видео. Почему я назвала именно булька. И что это вообще значит. Кстати, мы сейчас посмотрим на карамельку. Отдыхает от малышей. Поставила им второй домик. И малыши пока только в этом домике сидят. Оказывается, она была не прожорой. А просто вот туда складывала запас. Там запас, а там детки. Они сразу сами все перелезли. Малыш бегает. Давайте мы с вами его на руки возьмем. Ой, меня уже не успела. Они уже взрослые. Не волнуйтесь. Их можно брать на руки. Они уже с открытыми глазками. Могут сами кушать. Но мамы на молочко еще пьют. Я потом сниму видео. Как я буду их раздавать каждому человеку. Вот. И буду подробно рассказывать. И обязательно мы скоро снимем видео с моей подругой Дианой. И с нее ссылочка всегда стоит в описании под видео на ее канал. Снимем общее видео. Я не дам двух хомячков. И спасибо, что вы смотрели меня. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на канал моей подруги Дианы. Подписывайтесь на канал моей подруги Юли. Добавляйте меня в друзья вконтакте. Всем до новых встреч. Всем пока-пока. Пока-пока.